Телекомпания РЕН-ТВ представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Соль» на телеканале РЕН-ТВ. Меня зовут Захар Прилепин. Сегодня у нас в гостях замечательная, удивительно неподражаемая Юлия Чечерина и ее команда. Здравствуйте! Здравствуйте! Юлия Чечерина – основатель и лидер одноименной группы из Екатеринбурга. Юлия Чечерина – профессионал. Она окончила музыкальное училище по классу вокала. В 2000 году вышел первый альбом Чечериной – «Сны». Чечерина сразу же стала собирать музыкальные награды, одну за другой. А когда вместе с группой «Би-2» Юлия записала дуэтом песню «Мой рок-н-ролл», стало ясно. Русский рок живее всех живых. «Мой рок-н-ролл» – это не цель и даже не средство. Рок – не единственное призвание Юлии. Оно снималось в кино, боевике «Гладиатрикс», криминальной драме «Ледниковый период» и комедии «Слова и музыка». Песни Чечериной звучат в саундтреках российских и зарубежных фильмов. Юлия и сама режиссер снимает клипы на свои песни. Если в сердце... Последний альбом Чечериной вышел в 2015-м. Материал Юлия собирала в многочисленных путешествиях по всему миру. Суток, ты вступаешь в свой последний бой, весь мир со мной. Я тебя люблю. Чечерина обожает животных и не любит праздники. Живет в необычном трехэтажном кубическом доме, который был построен по проекту мужа Сухра Бараджабова. Сейчас мы будем петь и разговаривать. Сначала петь. У неба есть небо, и в море есть море, и у ней никого. Светные портреты и полки с кассетами нет одного. Белая скатерть, разбитая плюса. Девочка плачет, девочки смеются. Весна тротуарами строит всех парами, слепит глаза. Она по обочине, грустная, очень пустая ваза. Белая скатерть, разбитая плюса. Девочка плачет, девочки смеются. Белая скатерть, разбитая плюса. Девочка плачет, девочки смеются. У неба есть небо, и в море есть море, и у ней потолок. И цветные портреты, и полки с кассетами, и телефонный звонок. Белая скатерть, разбитая плюса. Девочка плачет, девочки смеются. Белая скатерть, разбитая плюса. Девочка плачет, девочки смеются. Девочка плачет, девочки смеются. Ох, спасибо. Как же сразу стало хорошо на душе. Весна пришла. Вместе с тобой. Я вижу некоторые общие черты, как мне кажется, в нашем с тобой жизнеустройстве. Для телезрителей, надо пояснить, мы не знакомы. Но вот я, изучая жизнь нашей гости, я отметил для себя, что у меня тоже дома нет телевизора. Я его выкинул принципиально. Я тоже стараюсь жить за городом и не пользоваться мобильной связью. Это правда все про тебя? Да, да. Да, у меня тоже две собаки в доме. У меня семь. У тебя семь? У меня три кота. У меня два. Ты выиграл. Вот, и я-то знаю про себя, как я до такой жизни дошел. А вот расскажи мне, как у тебя это случилось. При каких обстоятельствах сейчас телевизор? Когда появился или не появился мобильный телефон? Что это вообще? Это желание отгородиться, усталость? Телевизор, и сейчас, ну, уже, наверное, лет 15, как я не смотрю телевизор. Ну, у нас 17, да, хорошо. Мобильный телефон, ну, был мобильный телефон в молодости, был, да. Один раз пропал, то ли я его потеряла, то ли что, не помню. Два месяца жила без телефона. Ну, и у меня был, ну, директор концертный, который как-то умудрялся, ну, то есть я нигде не опаздывала, всегда попадала туда, куда надо. Ну, то есть оказалось, что можно жить без мобильного телефона, и когда он снова появился, то, короче, я его убрала. Вот, без него лучше. Да. Я тоже тебя читаю, и мне тоже кажется, что мы с тобой чуть-чуть похожи. Да. Ну, как бы я тебя понимаю. Нет, я-то сам себя тоже понимаю, потому что, ну, чем меньше воспринимаешь вот этой хаотичной информацией, тем лучше себя чувствуешь, тем больше понимаешь. Но, тем не менее, а вот собаки, это из детства или потом как-то появилось это животноводство? У меня еще есть конь, олень пятнистый. Вот, конь, у меня жена хочет завести коня. Конь круто. Вот. Ну, если ты за городом, то очень даже можешь. Коня держать не дороже, чем кошку. Серьезно говорю. Там нужно немного овса и сена, это стоит копейки. Но удовольствие вообще максимальное. А ты на нем? Ну, честно говоря, на нем еще нет. Он молодой жеребец. Ну, а я не такой ловкий наездник. Я стала осваивать верховую езду, может, там, где-то, ну, меньше года, наверное, назад. Я пока на старухах езжу. Ну, и не могу не спросить, у меня тоже есть дом, но все-таки у тебя дом особенный. Вот с этими треугольными окнами, с удивительной архитектурой. Это муж предложил, что давайте я построю такой дом или как-то вместе выбрали? Ну, если честно, это послание от насекомых, а насекомые самые совершенные архитекторы на нашей планете. А кто такой дом из насекомых построил? Ну, это послание от насекомых. Но он очень простой, как небольшая ячейка. В нем могла бы жить пчела крупная. Ячейка. А у тебя еще и пчелы есть, вроде бы, да? Да, у меня есть пчелы, кстати, да, точно. Две семьи, вот сейчас проверяла, ну, есть, в общем, перезимовали, все нормально. Собственный мед тоже есть? Ну, я их не столько для меда. Не, беру, конечно, иногда чуть-чуть, там, не сильно много. Ну, как бы просто, когда я их завела, там, как бы я слышала, такая была тема, что если пчелы исчезнут с планеты Земля, то человечество исчезнет через 4 года после этого. И как раз были тревожные звоночки на некоторых континентах нашей планеты, чтобы пчелы, как бы, исчезали. Так что я сохраняю вид. А, вот даже как. Я думал, ты просто хочешь себе фору 4 года, чтобы все исчезнут, а у тебя 4 года еще будет. И у группы. Да нет. Это программа «Соль», а теперь реклама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Солнечный день, оранжевый плюс, я не успеваю, но и не тороплюсь. Съяленый шар, катится шар, с ветки на ветку не спеша. Правый каблук провалился в асфальт, ты не дождался, очень жаль. Полуденный зной, маешься злой, ряды сейчас, только нет со мной. Жара, жара, жареное солнце, больших яродок. Жара, жара, жареное солнце. Солнце забыло, дома часы, по телефону прощения проси. Сегодня, вчера и завтра с утра, завтра с утра и опять до утра. Жара, жара, жареное солнце, больших яродок. Жара, жара, жареное солнце. Жара, жара, жареное солнце, больших яродок. Жара, 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 жареное солнце. Жара, 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 жареное солнце. Жара, жара, жареное солнце, больших яродок. Жара, жара, жареное солнце. Жара, жара, жареное солнце, больших городов. Жара, жара, жареное солнце, жареное солнце. Да, весна, а тут же и лето сразу пошло к нам. Еще одно совпадение, если нас не обманывают средства массовой информации, однажды, или может быть даже не однажды, ты на Донбасс поехала прямо на своей машине, за рулем. Ну да, я езжу на машине почти всегда и везде, где только это можно, если это не слишком далеко. Ну хотя далеко тоже езжу. 25 тысяч однажды проехала. Вот даже так, мы просто про Донбасс поговорим потом, а вот про машину и что ты ездишь за рулем, и еще и 25 тысяч. Это за какое время? Это было большое путешествие через Монголию, во Владивосток. Это был тур борьбы со спидом в России тогда. Как раз это было первое путешествие моего Рекса, он был тогда еще молодой. И ты едешь за рулем, у тебя собака еще с тобой? Ну у меня супруг, он тоже едет за рулем. Ну у вас два руля, или у меня? Собака тоже за рулем. Один момент, я нашел точного несовпадения, потому что единственное место, где я могу постоянно слушать музыку, а я хочу ее все время слушать, это машина, она используется как музыкальная шкатулка. А ты, как я прочитал, вообще не слушаешь музыку в машине никогда. У меня даже нету этой штуки, которая музыка бывает в машине. Это просто с пластмасской закрыто. А дома у тебя есть такие штуки, которые играют музыку? Ну теоретически могут какие-то штуки играть музыку, но так нет. Диски мне некогда засунуть. Ты вообще не слушаешь музыку никакую? Никогда. А когда-нибудь слушала? Ну в детстве, может, пластинки. А вот эти вот все песни, они каким-то образом сочиняются? Песни? Да. Ну из эфира, как и все. Музыка тут при чем? Ну как правило, музыканты говорят, вот я вот слушал там Никеева. Ну это просто чужой эфир. Мик Джаггера. Когда слушаешь музыку, ты слушаешь чужой эфир, у тебя есть свой. Был такой поэт Вадим Шершеневич, он говорил, что чужое стихотворение вдохновляет лучше, чем вид костра или заката или еще чего-то. Это не так в твоем случае, да? Не, я люблю музыку, музыку ветра. Мне нравится слушать шум моря, мне нравится слушать голдеж по весне, когда птицы все слетаются. Просто мне нравится слушать, когда тихо. Ну потому что тихо не бывает. Нет, это настоящая музыка, а это чужой эфир тоже, конечно. Ну я ничего против не имею, пожалуйста. Есть такие люди, которые не слушают музыку? Много? Да нет, конечно, но среди музыкантов это редкость, а так? Ну я, может, не совсем музыкант. Я путешественник. Путешествуем дальше по музыке. Путешествуем дальше по музыке. Между небом и землей Тибет Как другая планета Там ты получишь ответ В царстве снега и света В самых высоких горах Каждый находит ответ Тебе придется победить свой страх Другого выхода нет Здесь, в начале твоего пути Нам нужно проститься Там высоко Живут только птицы Звезды на ладонях Облака на губах И небо тонет в одиноких вентрах Страна Как другая планета Между небом и землей Тибет Как другая планета Там ты получишь ответ В царстве снега и света В самых высоких горах Очень много чудес Волшебная страна Парит в облаках В середине небес Между реальностью и грезами Размыты границы И так высоко Живут только птицы Мистики и маги Небесная вода Цветные флаги Вечная снега Страна Как другая планета Ты получишь ответ В царстве снега и света Страна Как другая планета Так высоко Живут только птицы Мистики и маги Небесная вода Цветные флаги Вечная снега Страна Как другая планета Ты получишь ответ В царстве снега и света Страна Как другая планета А на Тибет Вы тоже приехали на машине Да, это было 18 тысяч километров Два месяца я была в пути Расскажи, если можно Про путешествия, про Тибет Какое у тебя путешествие было Самое радостное, самое удивительное Ну, Тибет, это было самое удивительное А что там такое? Я просто не был никогда Ну, это самые высокие горы мира Красиво? Очень красиво Там разные места есть Ну, горная болезнь Я испытала горную болезнь До этого я просто не была Ну, высоко в горах Никогда не поднималась Вот, и тут Ну, я тебе говорю Ты знаешь, что это такое? Нет Ну, это такой же скач Как бы, когда альпинисты поднимаются в горы То они адаптируются Сначала поднимаются на две тысячи Там живут Ну, и в лагере, допустим И ходят там, поднимаются Обратно спускаются, ночеваются Да А тут такой был Ну, рисковый Подъем Ну, поскольку я не была Раньше в горах То были риски Что я могу умереть От горной болезни Ну, там умрут абсолютно здоровые люди Даже спортсмены От отека мозга Или от отека легких А ты была предупреждена об этом? Конечно Я готовилась Несколько месяцев Я занималась спортом Пила антиоксиданты Там все такое Но это не помогло Прекрасные воспоминания О тебе Ну, это того стоило Потом я еще шла Там На высоте Ну, в среднем Четыре тысячи Там самый высокий перевал Быть пять шестьсот Вокруг горы Кайласа Я шла пешком Это очень тяжело Ну, вообще физическая Любая нагрузка Во-первых, ты не можешь Никогда надышаться Ты всегда дышишь Вот так вот И, ну, как бы Все равно ты не можешь Надышаться Вот это путешествие Называется Кора Пешком вокруг горы Пятьдесят три километра Мы пришли Причем Ну, обычно Обычно там Ходят по трое суток Но у нас был Проводник Тибетец Полностью адаптированный К высоте Он нас, в общем, прогнал за двое За двое суток Ну, там так То есть Ну, я шла с пустыми руками У меня была такая маленькая Камерка Гоупро Вот Допустим, я захотела взять воды Вот взяла вот Реально пол-литровую бутылку воды Взяла там, в общем Ну, думаю Пойду с водой Иду, как будто Два ведра воды несу Такое ощущение Попила, поставила Дальше пошла В общем Ну, такое это испытание Это удивительно Ну, докворим После следующей песни Спасибо Я как раз ездила Искала счастья в Тибете Вот Песню Сейчас спою про счастье Субтитры подогнали Симон 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 Надо было выступать или что-то, я не помню. Ну, в общем, я согласилась, что как вызвалась, что я тоже пойду. Ну, что-то мне сказали, ты стой, рот открывай, ну, не пой. А мы помним имя того человека, который так сказал? Можно передать ему привет? Да ладно. Я хотел бы лично просто привет вам, спасибо вам за это удивительное открытие. Ну, я, может, не очень пела тогда в детстве, знаешь. Удивительное просто. Голос нечеловеческий. Я не думаю, что он у тебя появился однажды в 16 лет. На самом деле, правда, ну, не в 16, может, просто я долго, ну, мне очень нравилось петь. И вначале я, правда, пела не очень. Допустим, в детском саду у моей мамы не очень было, что я пою громко, у меня сильный голос. Но просто я, может, не очень управляла еще. Слух, там, голос, знаешь, это же тоже такой аппарат. Ну, да, надо настраивать. Ну, да, и в целом, на самом деле, зато я знаю, что вообще любого можно научить петь. Честно, как и рисовать, в принципе. Все умеют петь и рисовать, просто, ну, людям там мешают какие-то, ну, они там не знают, что думают. Допустим, почему некоторые не умеют рисовать? То есть они умеют рисовать, но не знают, что умеют. Потому что они думают, что вот они нарисуют, кто-нибудь посмотрит и что-нибудь скажет. Там, ах, как ты плохо рисуешь, например, или фу, или что. Вот, на самом деле, все умеют и петь, и рисовать. Отлично. А вот какие-то есть музыкальные отношения с животными? Вот у меня собака подпевает своими дочками. У меня есть собака, самая маленькая овчарка в мире, и это порода шиперки называется. Его зовут Карлос Фокс, вот, и он умеет петь. А рисовать? На любителя рисовать. Это меня спросили, безаппаратные меня спросили. Понял. А на кого ты училась? Вообще, я училась в иностранном вокале, в музыкальном училище. Да, и с оркестром даже пела. И даже в квартете пела. Ну, мне нравится. И дирижер я еще. Можешь в сущности найти себе профессию, если... Ну, типа, у меня профессия, я руководитель вокального ансамбля. А мальчишки слушаются? Нет, они не говорят, что, мол, что ты нам указываешь, мы же мужики. Они мои воины. Да, у меня сейчас хорошее, ну, мне нравится этот коллектив. На краю пустыни так ломокам, за рекою без названия, без моста. Рынок-лабиринт, как капкан, манит путь игр свои ненасытные куста. Рынок-лабиринт без начала и конца царства золотого тельца. Рынок-лабиринт, выхода нет, глушит пень и рептит звоном золота монет. Рынок-лабиринт, бога бабла. Бог бабла, бог бабла. Бог бабла никому не желает зла. Он монеты блестит, он купюрой хрустит. Хрустит. А пенит и пленит навсегда, навсегда. Запахи еды и товара фриты, точно бы меня довели до беды. Я забыла, куда и откуда шла. Вроде счастье искала и вроде нашла. Но овцы на койне открыли секрет. Рассказали мне, что в гробу карманов нет. Рынок-лабиринт открылись двери спасения. Бог бабла исчез в одно мгновение. Рынок-лабиринт. Бога бабла, бога бабла. Бога бабла, бога бабла. Бог бабла никому не желает зла. Он монеты блестит, он купюрой хрустит. А пенит и пленит навсегда, навсегда. Рынок-лабиринт. И пленит навсегда, навсегда. Рынок-лабиринт, бога бабла. Бог бабла, бога бабла. Бог бабла никому не желает зла. Он монеты блестит, он купюрой хрустит. Он купюрой хрустит. А пенит и пленит навсегда, навсегда. Офигенская песня, спасибо еще раз Я как-то в одном интервью твоем прочитал, что, ну это давно, правда, было Ты написала, сказала, что ты абсолютно аполитичный человек Вот, я слушаю эту песню, я, конечно, вижу определенный склад представлений о действительности, который мне близок Вот этот рынок, который нам объясняли, что это есть наивысшая форма гуманизма Которая упорядочивает все отношения между людьми, и люди будут счастливы, потому что рынок сам по себе самоорганизующийся, как муравейник структуры А потом оказалось, что это не так Ты вот сама, из чем эта песня появилась? Что ты думала? Как она явилась тебе? Эта песня из моей сказки о поиске счастья О странстве и поиске счастья Вот, герой ищет счастье, ну, на самом деле спасает от смерти, от гибели планету Земля Вот, и совершает такое сложное дальнее путешествие Ну, как далеко, в самые высокие горы, но и внутрь себя, видимо И это песня об алчности Там как бы по сюжету она заходит, ну, то есть она ищет этот город счастья Ей там собаки сказали, что, ну, она знает язык птиц и зверей Вот, и они говорят, что вот, на том берегу есть какой-то город счастья Там все ходят, что-то перебирают товары, видимо, тебе туда И, в общем, она попадает туда, и в итоге не может уже оттуда выйти Что-то купила, продала, и, в общем, закрутила, завертелась Вот, и забыла вообще, что делала Ну, овцы там ее спасли, потом сказали, что в гробу гормонов нет Все просто, как эта сказка обычная А мама экономиста, она слушала эту песню? Она сказала, дочь, это неправильно с точки зрения экономики, рынок Мне мама уже давно не говорит, что что-то неправильно Я даже не знаю, ну, слушала, наверное Не обсуждаете, да, с родителями песни? Не говорят, дочка, вот песня хорошая получилась Нет, в общем, мама ходит ко мне на концерты, любит ходить И так ей нравится, там, о, попела Хорошо оторвалась Не то, что там она не критик, конечно Пойдем дальше А, сейчас грустная песня А вот у этой песни есть предыстория, да? Да, это эта песня А можешь сейчас, наверное, сказать, чтобы было понятно Эта песня посвящает своей девочке Ее зовут Аня Костенко, которая погибла на Донбассе В городе Зугрес, на детском пляже Под бомбами, под кассетными бомбами Ее, ну, как бы, самолет бомбил Украинский самолет бомбил детский пляж в городе Зугрес И это Аня, ей два с половиной года было Вместе с папой, в общем, и там другими детьми И взрослыми погибла, в общем, на этом пляже Эта песня про нее Как будто бы это она ее и поет Меня убил красивый большой самолет Я ему улыбалась, а он и не знает Я так рада была, когда он летел Мне ведь нравится, как самолеты летают Пожалуйста, пусть больше никто не умрет Пусть больше никто никогда не умрет Пожалуйста, пусть больше никто не умрет Пусть больше никто никогда не умрет Передайте, пожалуйста, взрослым Может, они не знают Очень больно и очень хочется жить Когда тебя убивают Если только это возможно Если кто-то остался в живых из людей Передайте, пожалуйста, взрослым Никогда не стреляйте в детей Пожалуйста, пусть больше никто не умрет Пусть больше никто никогда не умрет Пожалуйста, пусть больше никто не умрет Пусть больше никто не умрет Пусть больше никто никогда не умрет Пусть больше никто не умрет Пусть больше никто не умрет Давай мы ничего не будем говорить И споем сразу следующую песню Кружит земля Ветер, обид, разлук и зла Им нет числа Им нет числа Сквозят из всех щелей В сердца людей Срывая дверь с петель Кружа надежды И внушая страх Кружат ветра Кружат ветра Сотни лет И день и ночь Вращается Карусель Земля Сотни лет Все в жизни Возвращается На круги Слоя Но есть на свете Ветер перемен Он прилетит Прогнав ветра Измен Развеет он Когда придет Пора Ветра Разных А бит Ветра Сотни лет И день и ночь Вращается Карусель Земля Сотни лет Все в жизни Не возвращается На круги Слоя Завтра Ветер Переменится Завтра Прошлому Взамен Он придет Он будет Добрый Ласковый Ветер Перемен Он придет Он будет Добрый Ласковый Ветер Перемен Он придет Он будет Добрый Ласковый Ветер Перемен Ветер Перемен И вот Девушку Поющую Такие Песни Насколько я знаю СБУ Объявила В розыск Да Ты Официально Разыскиваешься Спецслужбами Украины Как государственный преступник Да Да Точно Мне грозит срок В украинской тюрьме Услышала эту новость Что ты испытала По этому поводу Ну Я удивилась Очень сильно Я Наверное Давно так не удивлялась А Ну это связано Видимо с твоими поездками На Донбасс Ты несколько раз там была Да Ну это случилось сразу Как я приехала На Новый год На Донбасс В Луганск Я приехала Там встречала Новый год Все Играла Благотворительные концерты Вот Вернулась Короче Возвращалась Как раз Четвертого числа И четвертого числа Января Это случилось Ну то есть Очень быстро Объявили Сработали Не так Саша и Кляра Не объявили в розыск А тебя объявили Не объявили А что это А после этого Вы еще и в Сирию съездили Да Слушай А что вот такое Внутри у тебя Что побуждает тебя Совершать такие поступки Вот Ехать туда Где Могут ведь и убить Ведь на самом деле Ну В общем не знаю В будущее же внезапно На самом деле Умереть можно И на ровном месте Как бы Никто не знает Когда найдет на смерти Все мы умрем Сто процентов Ну просто Ты говорила Что Еще раз повторю Ту же самую цитату Лет пять назад Говорила Что ты абсолютно Аполитичный человек А потом я Там в течение прошлого года Уже видел твои высказывания Что ты видишь Триколор в Крыму И у тебя Счастье внутри Это когда это Перечелкнуло Это ощущение Что ты Ну мне кажется Я по-прежнему Аполитична Просто я как бы Ну я представитель Своего народа Я думаю Что если мне понадобится Мой народ Тоже меня поддержит Ну это же как Я же часть Ну чего-то большого Это уж наверняка Что там за история С наградой Расскажите нам Пожалуйста Да Ну в общем Нас наградили И Андрюша Прилепский Наш звукорежиссер Пропустил награждение А наградили Где и за что Чтобы было понятно Ну сейчас Давай я буду награждать Да По-настоящему Я правда не пробовала ни разу Андрей Прилепский Награждается Андрей Приказом Министерства обороны Российской Федерации Награждается Медалью Министерства Российской обороны Участник Военной операции В Сирии Вот Вот даже так Поздравляю Спасибо Прилепский Служу России Отлично Как не первый раз Даишь Бойся Спасибо У тебя тоже такая Есть медаль Ну да Вот это да Я вижу впереди глаза врага Он ждет меня и нет Пути назад Вперед сквозь бездну страха Боли ураган В последний бой Мой Сталинбрат Воздуха мало Легкий рвет тишиной Я пропускаю Удар за ударом Но звезды Должны сиять над Москвой И солнце светит над Уралом Между жизнью и смертью Через скалы над пропастью Как струна Натянута нить А под ногами бездна В пустоту ступаю В свой последний бой Весь мир со мной А под ногами бездна Шквал ударов жарит Как пчелиный рой Но мир со мной А под ногами бездна Снова выстрел мимо И в плечо отдача Я почти плачу Мир на волоске Мне нужны силы Нужна удача Одна надежда На кота в мешке Воздуха мало Легкий рвет тишиной Я пропускаю Удар за ударом Но звезды Должны сиять над Москвой И солнце светит над Уралом Между жизнью и смертью Через скалы над пропастью Как струна Натянута нить А под ногами бездна В пустоту ступаю В свой последний бой Весь мир со мной А под ногами бездна Шквал ударов жарит Как пчелиный рой Но мир со мной А под ногами бездна ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Между жизнью и смертью Через скалы над пропастью Как струна Ну как бы Заниматься ерундой Это Мы летим в космос Сыголковский давно уже хотел Мы уже должны На самом деле По плану Константина Эдуардовича Мы уже должны Как бы Разселяться По всей вселенной Не в айфоне сидеть Ну да Не в дне страдать А это Что-то попутали мы Космические просторы Изучать А много еще У тебя было таких путешествий Ну вот сопоставимых с Тибетом Ну понятно Что это было самое длинное Да Такого не было Не Ну это было не самое длинное Самое длинное Это вот было путешествие На восток Через Монголию 25 тысяч Ну потом ездила От севера Ледовитого Ну до севера Ледовитого Океана И от севера Ледовитого До южных морей На Урал Органичное твое состояние Как-то вот Куда-то вот ехать И вот ты чувствуешь Что ты вот на своем месте Да Была бы возможность Только бы и ездила И ездила бы Да Какие в России Самые крутые места Вот где в России Где была О, Россия очень крутая У нас все есть В принципе Ну как У нас Байкал У нас там Алтай там Ну там круто Конечно в середине А в Крыму Какое любимое место О, Крым вообще Жемчужина просто На самом деле Крым, Севастополь Понятно Ялта Вообще Там Форос Я в общем У меня в планах Вот сейчас я буду изучать Крым поеду Как раз не так далеко Крым, жди Скоро явимся Поем Путешествия В линиях дорог В метеоэфире Бесконечных мыслей поток И до неба хвост И до неба хвост Мы каждый день в пути Много дорог Путь один Надо его пройти Наш солнечный мир и динь Мы каждый день в пути Много дорог Путь один Надо его пройти Мир вокруг летит, освещен звездой Что бы ни случилось в пути Воздушный коридор всегда над головой Отправляясь за своей мечтой Я каждый миг люблю, чтобы встретиться с собой Песню в пути твою Наш солнечный берегин Мы каждый день в пути Много дорог, путь один Надо его пройти Наш солнечный берегин Мы каждый день в пути Много дорог, путь один Надо его пройти ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш солнечный берегин Мы каждый день в пути Много дорог, путь один Наш солнечный берегин Надо его пройти Наш солнечный берегин Мы каждый день в пути Много дорог, путь один Надо его пройти Наш солнечный берегин Много дорог, путь один Много дорог, путь один Наш солнечный берегин Много дорог, путь один Много дорог, путь один Юля, о других твоих творческих приключениях Я так понимаю, у тебя есть пара случаев работы в кино У Тимура Бекманбетова ты снималась в роли... Да, было дело, но это в молодости давно Давно, да, но... Я сейчас сама сделаю свое кино Ну, мне кажется, как снимали кино, это все чуть-чуть уйдет в прошлое это уже прошлый век. Ну, когда все огромной толпой собираются, гримеры, костюмеры, тысячи камер, ну, это как бы фарс. Какой ты радикальный человек. Не, да я шучу. Не, на самом деле просто, ну, я тоже как бы снимаю, но я снимаю, правда, как есть, на самом деле, не наряжаюсь, ничего там, не прихорашиваюсь, не крашиваюсь и не притворяюсь тем, кем я не есть. Вот. Это называется реалити-арт. Ну, поскольку я путешествую, то мне попадается много всяких прикольных мест. Ну, еще к тому же я пою, это тоже не скучно. Ну, как бы прикольные места, я там в них пою, гуляю, хожу, улыбаюсь. Ну, а ты про себя, что ли, снимаешь кино? Или про прикольные места? Ну, не про себя, я, ну, как бы, ну, типа и про себя тоже. Ну, в общем, теперь я, когда какую-то песню пою, обязательно делаю на нее видео. Потому что, ну, я же музыку не слушаю, ты понимаешь, но если есть видеоряд, то могу и посмотреть. В общем, вот так. Ну, слушай, а вот этот фарс кино ты смотришь все-таки? Да, конечно, ну, много. На досуге смотрю и сериалы там какие-нибудь. Но все-таки есть какой-нибудь режиссер, которого ты всего будешь смотреть, что бы он ни снял. Нет? Нет, я не запоминаю режиссеров. Актеров? Нет, тоже нет. Как-то их сейчас много так всех, что я даже не смотрю, как их зовут. Ну, да, зачем, да. Нет, ну, главное, чтобы кино хорошее было, а там, как орация, как их зовут. Слушай, ну, наверное, а если бы слушатели, ну, не знали твоего имени, они бы не смогли попасть на твой концерт никогда, если бы они слышали песни, им нравились, но они не знали, что ты Юлия Чечерина, им было бы сложно. Ну, ничего, сходили бы на Земфиру. Щедро. Еще к тебе журналисты пристают. Ты однажды сказал, что ты дружишь с мужчинами, а с девчонками не дружишь совсем. Нет, причем у меня есть несколько подружек. Такой ответ потом уже был. Есть подружки? Да, ну, мужчин больше. Ну, не знаю. Вот Соли, он мой друг хороший. Отлично. Еще был один радикальный ответ, который меня посмешил. У меня все кадры записаны. У тебя спросили, вот сейчас много песен, где используется гомосексуальная тематика. Как вы относитесь к этой волне? Ну, что ты сказала, к волне уродов? Переспросила ты. Вот такое было. Не, я толерантна очень. У меня даже иногда в группе были геи. Я не гомофобка. Знаешь, почему гомофобы, кстати, я знаю. Почему? Ну, допустим, мужики боялись этого кончету вурса. Потому что они представляют ее почему-то... Зачем смотреть на человека и представлять его обязательно в близких отношениях? Ну, типа там в постели или как они ее целовать будут. Не обязательно же. Кто так на людей смотрит? Не надо так смотреть на людей. Тогда и не будет гомофобии. Ну, и вообще это как бы... Ну, блуд — это грех. Просто кто гомофоб, тот просто в мыслях блудлив. Вот и все. Я что думаю. А какая разница? Вот не пофиг. Что там? Ну, как бы... Мне кажется, так. Каждому человеку достаточно только одного партнера, а все остальные по-другому надо смотреть на людей. Не озабоченным взглядом просто. Я просто хотел узнать, уточнил. Гуманистичная позиция. Не, ну я не... Нет, я толерантна. Да мне пофиг. Я стою на краю, на обрыве над рекой. Не могу поширелить ни рукой, ни головой. Защепило сердце, мне в голове замкнуло. Мне осталось только петушку ветром с голову надуло. Это ain't все. С salaries, блюдечка. Я мутирую. Ветра пола по глазу надула. Ла-ля-ля-ля... Моя мама запретила возвращаться мне домой Моя левая нога с края соскользнула Мне осталось только пить то, что ветром в голову надула Ту-лу-ла, ту-лу-ла, ту-ту-ту-ту-лу-ла В голове моей запула-ля-ля Ту-лу-ла, ту-лу-ла, ту-ту-ту-лу-ла Ветром голову надула, ла-ла-ла-га Ту-лу-ла, ту-лу-ла, ту-ту-ту-лу-ла В голове моей замкнула, ла-ха Ту-лу-ла, ту-лу-ла, ту-ту-ту-лу-ла Ла-ла-ла-га Джага-джага Юль, в твоих путешествиях замечательных все-таки вот этот самый поиск счастья увенчался успехом или хотя бы формулировкой этого самого счастья из чего оно состоит и с чем его едят? Ну, по крайней мере, это сильно меня развило Я многое поняла Ну, это сложно объяснить просто другим Какого совета нет другим людям, которые тоже его ищут? Много советов Ну, на самом деле, человек сам по себе счастлив изнутри Он рождается счастливым просто Потом все портит Просто потом навалится много омрачений разных комплексов, страстей В принципе, если как... Не делай плохо, и будет тебе хорошо Главное разобраться, что плохо, что хорошо Потому что, так странно, многие взрослые не понимают как бы, что плохо, а что хорошо Ну, им только хорошо, когда неплохо делают просто Ну, это им кажется Ну, я знаю, это кажется Заблуждение, да? На самом деле, уже все давным-давно известно Тысячи лет уже все там разные религии уже объясняют именно это, как стать счастливым Просто люди наступают все время на одни и те же гравли Все очень просто, все на поверхности Просто, видимо, это не так легко Кому как Ну, тебе-то легко? Не, мне трудно Тебе тоже трудно? Ну, да, ну, там Ну, хотя бы полегче стало? Ну и славно Поем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому И то, что было на белом Откроется потом Мой рок-н-ролл Это не цель И даже не средство Не новая, а заново Один и об одном Дорога — мой дом И для любви Это не место Прольются все слова, как дождь И там, где ты меня не ждешь Ночные ветры принесут тебе прохладу На наших лицах Без ответа Лишь только Вот близки Рассветы того Где ты Меня не ждешь А дальше И это главное Похоже на тебя В долгом пути Я за плиту Волосы ленты И не способна На покой Я знак подам Тебя рукой Прощай с тобой Ах Как будто с легендой Прольются все слова, как дождь И там, где ты меня не ждешь Ночные ветры Принесут тебе прохладу На наших лицах Без ответа Лишь только Вот близки Рассветы того Где ты Меня не ждешь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И то, что было Набело Откроется Потом Мой рок-н-ролл Это не цель И даже не средство Не новое А заново Один и об одном Дорога, мой дом И для любви Это не место Дорога, мой дом И для любви Это не место Дорога, мой дом И для любви Это не место Дорога, мой дом И для любви Это не место Дорога, мой дом И для любви Это не место Дорога, мой дом Дорога, мой дом Дорога, мой дом Вот это да. Это был их рок-н-ролл Юлия Чечерина и ее замечательная команда была у нас в гостях. Программа Соль Наран ТВ. Меня зовут Захар Прилепин. До встречи через неделю. Всем спасибо. Жизнь коротка, поэтому прощайте быстро. Последний романтик современного шоу-бизнеса. Настоящие музыканты, не то что эти двоечники рок-н-ролльные. Валерий Сюткин и группа Light Jazz. В музыкальном шоу «Соль» в воскресенье в полночь на РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова